Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Зелёный остров». Я её ведущий Александр Сидельников. Начало этой недели было довольно тёплым. В понедельник с утра температура воздуха была всего минус 3 градуса. Прошёл небольшой снежок. Правда, уже к обеду температура воздуха начала немножечко понижаться. Давление начало расти. Синоптики обещают нам похолодание. Правда, это похолодание будет непродолжительным и не очень глубоким. Но это не может не радовать садоводов-любителей. Ну и ещё об одной радости, которая должна произойти на этой неделе. Уже в ближайшую субботу-воскресенье солнышко дойдёт до самой низкой своей точечки, оттолкнётся и повернёт на лето. Кстати, именно в этот день в Древней Европе отмечали самый главный праздник земледельцев. Отмечали так называемые Сатурналии. Вообще, у древнего человека было довольно много праздников, связанных так или иначе с земледелием, с какими-то циклами природными. Но самый главный праздник земледельцев – это всё же праздник, который отмечался именно в районе зимнего солнцестояния. Завершался один фактически цикл земледельца и начинался другой. Вот я думаю, что в ближайшую субботу-воскресенье вот этот древний праздник мы с вами обязательно должны будем каким-то образом отметить. Итак, солнышко совсем чуть-чуть и повернёт на лето. Ну а сейчас я предлагаю вам сюжеты, которые мы записываем во время консультации, которые поочерёдно проводим в Садовом Центре, либо в Виктории, либо в Зелёном Острове. Сейчас вы увидите сюжеты, которые мы записали во время открытия Садового Центра, магазина очередной торговой точки Садового Центра «Виктория» на Комсомольской, 77. И там мы обсудили очень важный вопрос о размножении земляники. Почему не все кусты плодоносят? Вот, допустим, у соседки она мне дала 6 кустиков Виктории, я у неё взяла, и 3 кустика оказались неплодоносящими. Почему? Вот я в передачах уже неоднократно обращал внимание. Когда вы размножаете вот сами землянику в саду, обязательно занимаетесь тем, что называется клоновая селекция. Дело в том, что вот вы берёте какой-то сорт, высаживаете его в сад и понаблюдаете. Вот 5 растений, и они по продуктивности будут все разные. Вот есть кустик урожайный, с типичными ягодами, вот там всё хорошо. Есть кустики так себе, а есть кустики, но на которых явно урожай вас не устраивает. Вроде бы один и тот же сорт, но они разные. И что у нас получается? Вот мы решили размножить этот сорт и взять усы. Вот у вас есть 10 кустов, один из них очень хороший, 8 средненьких и один слабенький. При размножении, вот если вы будете брать вот просто усы, не задумываясь, у вас в основном попадут усы вот или со средненького, или совсем плохого. Почему? Он не плодоносит. Сил у него много, поэтому усы у него появляются у первого, усов больше. И в конечном итоге, если вот это продолжается из года в год, если вы не делаете прочистки клоновые, то ваши посадки начинают засоряться непродуктивными клонами. У вас растение перешло в вегетативную стадию развития, а чтобы получить плоды, надо генеративное. Чтобы поменять, надо растению сделать небольшой стресс. Или подсушить его немножко, а потом начать обратно нормальный полив. Либо подкормить, ну в меньшей степени. Ну вот подсушка, короче говоря, либо стресс с помощью полива, либо стресс с помощью температуры, как мы делаем. Допустим, легкие заморозки помогут растению встрепенуться. Дело в том, что когда растению бесконечно хорошо, теплая погода, вот все-все-все шоколадно, ему просто нет задачи формировать цветоносы, ягоды. Можно усами расползаться бесконечно долго и все. Поэтому вот для того, чтобы заставить растение зацвести, ему нужно устроить стресс. Сейчас вот у растения срабатывает такой механизм, так-так-так-так, стало холодно, так-так-так-так, стало сухо. Так, надо быстрее что-то сделать, чтобы сформировать цветы, детей и все. А там уже после потопа, вот все. Чтобы Виктория цвела, я всегда беру усы только первого порядка. Потому что вторые и третьи бывают, три и даже четыре вот эти маленькие розеточки, они зацветут, но они зацветут позже намного. И сил у них не так много, они уже ослаблены. Поэтому я их, если я хочу, я беру стаканчик с землей и сразу подсаживаю, а то обрезаю. Вообще, вы знаете, мы затронули сейчас, вот Алексей Александрович затронул исключительно важную тему. Для того, чтобы растения заставить цвести в более ранние сроки, для этого нужно растения немножечко помучить, как ни странно. Вот у нас как садоводы посадили помидоры, вот они прижились и они, давай их поливать каждый день, давай их через день кормить. И помидор чувствует, жизнь удалась. Ну зачем мне цвести, все и так есть, все. Поэтому, если вы хотите, чтобы помидоры быстрее зацвели, чтобы завязи было побольше, вы посадили помидор, вот он прижился, и вот здесь вы для него устраиваете проблемы. Вы немножечко сокращаете поливы и так далее, чтобы он почувствовал, что не все в жизни сахар. И вот когда у него вот сработает этот механизм, так, что-то в этом мире изменилось, надо быстрее зацвести, надо успеть, вот тогда все эти процессы пойдут значительно быстрее. То есть вот этот момент вот исключительно важный. Итак, уважаемые телезрители, только что вы увидели небольшой сюжет, который мы записали во время консультации в садовом центре «Виктория». Ну а сейчас, уважаемые телезрители, мы с вами вновь вернемся в садовый центр «Виктория», где я неделю назад проводил консультацию. Многие наши садоводы просто поливают, как огурцы, допустим, спрыскивают сверху, но помидор так не поливают. В общем, его надо пролить хорошо. Его не надо, может быть, часто поливать, но его надо пролить хорошо. Александр Александрович, я можно добавлю? Да это вообще общая стратегия к поливам. Я вот всегда, ну просто вот удивляюсь, как у нас в саду люди поливают вот все, ну землянику, все. Воду дают вот так, тик, туда брызнули, сюда брызнули, пыль не прибили. Вроде, говорит, поливал, но на следующий день вот то же самое, чик, чик. Вот уже видно, там уже пустыня, там уже копните, там на штык лопаты там сухо. Поэтому общая стратегия практически для всех культур. Поливы пореже, но более обильные. Вот это очень важно, чтобы вы промочили вот корнеобитаемый слой, промочили хорошо, и потом, чтобы растение подсохло. Вот этот момент тоже очень важен. Всегда сравниваю, как день, ночь, зима, лето. Да. Так же и полив. Мы полили, дерево должно намочиться, влагой напитаться, а потом должно немножко подсохнуть и подышать. Подышать. А если мы одной водой, она просто не будет дышать. Вот землянике обязательно нужно, допустим, воздух, нужна рыхлая почва. В общем-то, и многим другим растениям это надо так делать. Если мы заливаем, мы не получаем результата. И вот я тоже много с садоводами общаюсь. Многие загущают растения. Помимо воды нужно солнце. Если растение загущено, как в теплице, как в открытом грунте, то есть это могут быть и какие-то помидоры, те же огурцы, даже и деревья. Мы же не зря сделаем обрезку. То есть что такое фотосинтез? Это вода, это кислород, это свет. И вот это надо все условия постараться создать. Это, в общем-то, несложно. Но вот такие. Не загущать, не переливать, не перекармливать тоже. Да, картошку посадили, вот она еще не успела взойти, мы ее начали поливать. Ну, у картошки тоже такой сигнал. А что я буду наращивать корневую систему, когда все рядом и я всегда могу это взять? И в момент, когда начинают расти клубни, когда потребность во влаге большая, вот эта неразвитая корневая система обеспечить потребности растения не может. Поэтому посадили картофель, и пока он не зацвел, обильных поливов не нужно, пускай картофель нарастит мощную корневую систему. И только потом мы начнем вот его обильно поливать, когда потребность во влаге будет максимальная. С томатами то же самое. Вот мы посадили томат, полили томат. Что мы делаем на следующий день? Палили томат, правильно. Что мы делаем через день еще? Опять полили томат. Вот все правильно. Вот правильно. Посадили томат, обильно полили томат. И на 10 дней руки у себя за спиной связали. И шланг отрезали, чтобы там ничего не было. Потому что в этот момент он приживается. У него нарастает корневая система. Если там влаги много, зачем ей расти? Зачем ей расти? И вот мы получаем, потом мы его выкапываем, выдергиваем там в сентябре этот помидорчик. С какими корнями посадили? С такими его и выдернули. И разве он вот на этих корешках, которые там в пол-литре у нас росли в стаканчике, и что-то может дать какой-то нормальный урожай? Ничего подобного. Поэтому, Алексей Александрович, мой тебе респект, конечно. Ты поднял исключительно важную тему. Корешки еще как развиваются? Корешкам надо куда-то к чему-то стремиться. Если они никуда не стремятся, если у них хватает рядышком со стеблем питания, рядышком хватает влаги, то есть они как есть в таком зачаточном, мочковатые, так никуда и не распространяются. А в общем-то, чем больше корней, чем больше вот этих маленьких белых корней, тем больше питания они могут себя обеспечить. И вот я как обычно делаю, то есть это обязательно рыхление, обязательно полив вокруг, и подкормка тоже вокруг стволика, для того, чтобы корни, они напрягались, чтобы шли куда-то к питанию, шли куда-то к влаге. И это, конечно, дает эффект. Тоже хотелось бы такой совет дать. Ну, я еще вот тут вот прозвучало такое слово рыхление. Да, вот мы там еще по школьной программе помню, что одно рыхление заменяет, значит, два полива. Все это, конечно, наверное, здорово. Но вы должны четко представлять, что вот почвы у нас прогреваются очень медленно на Урале. И вот если на юге помидор может там очень глубоко уходить в почву корневой системой, у нас все же в основном у большинства культур за счет холодной почвы поверхностная корневая система. И вот такая операция, как рыхление, должна быть чрезвычайно щадящей. Потому что даже если мы начинаем рыхлить там на 7 сантиметров, вы половину корней у огурцов, у томатов, вы их повредите. И задержите развитие растения. Поэтому, если уж рыхление, то чрезвычайно поверхностное. Но рыхление вполне можно заменить чем? Разрыхлителем. Разрыхлителем. Чем? Мульчированием. Правильно, мульчированием. И вот вообще говоря, вот эта операция, полили, чуть-чуть замульчировали. Полили, чуть-чуть замульчировали. И тогда, собственно, рыхление будет вообще не нужно. Не повреждайте корневую систему. Она находится в наиболее благоприятных условиях. Та почва, которая пролита. Вот там идет хорошо потребление влаги, питательных веществ. Вот этот прием для нас, давайте так, он является очень интересным. Это самое лучшее, значит, средство, чем мы должны. Ну, вы знаете, замульчировать почву, замульчировать почву можно. Можно перегноем. Можно перегноем. Можно. У нас такой регион, рядом вот в Башкирии, очень много фермеров, частных хозяйств, достаточно много перегноя. Вот перепревание там конского, коровьего навоза. Великолепное. Великолепное средство. Можно купить торф. Можно просто в саду сорнячки собрали, но не так вот бросили, а все же их подсушили. Может быть, если крупные сорняки, чуть-чуть порубили. И оставили на поверхности почвы. Хороший, хороший способ, это мульчирование с помощью соломы. Но здесь вы должны знать, к соломе мы можем перейти во второй половине лета. Знаете почему? Потому что основной, правильно, прогреется. Вот, вот, все знают садоводы. Все. Слушайте, да. Это вот Никита, Никита Чухраев, вот наш такой молодой садовод в городе, вот наша надежда и опора в будущем. Вот он проводил в этом году эксперимент. Вот он замерял температуру почвы в разных слоях, под разными типами мульчи. И он сделал такой, ну, он, в общем-то, не парадоксальный вывод, он очевидный вывод, что под соломой почва прогревается чрезвычайно медленно. Солома белая, лучи солнечные отражаются. И если мы замульчируем соломой почву в конце мая, в начале июня, все, прогрев почвы мы остановили, рост корней тоже, и все проблемы, они выстроились просто в очередь. Чем солома еще хороша? Если ее замульчировать, допустим, под землянику. Земляника, она вообще, серой гнили вы просто не увидите. То есть она будет на ней лежать, и она будет чистить. Так, с английского языка переводится земляника. Соломенная ягода. Соломенная ягода. Земляника и солома, это вообще вот такая неразлучная палочка, такой твикс. Самое простое, что можно при выращивании земляники получить чистую и вкусную ягоду. Ну, а о вкусе можно еще говорить? Ну, вот здесь я говорил о мульчировании. Значит, вот солома, все же это мульча. Вот если мы мульчируем томаты, огурцы, перец, это все же мульча второй половины лета, чтобы почва перед этим успела прогреться. Начинаем с мульчи темного цвета, а вот потом уже можно перейти к мульче такой светленькой. Мы ненадолго прервем сюжеты о консультациях в садовом центре «Виктория» для того, чтобы провести рекламу садового центра «Виктория». На торговых точках садового центра «Виктория» проводится очень интересная акция. Все семена огурцов иностранной селекции, но в основном это голландские сорта, вы можете приобрести со скидкой 50%. Акция будет проходить до 20 декабря. Итак, вот эти вот прекрасные сорта «Бетина», «Директор», «Эколь», «Герман», «Наташа», «Мадрилене» вот эти самые настоящие мировые шедевры. Итак, еще раз со скидкой 50%. Адреса садового центра «Виктория» вы видите на своих экранах. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся на консультации в садовый центр «Виктория» и совсем немножечко поговорим о таком очень важном агрономическом приеме – о мульчировании. Вы садил, я мульчирую перегноем. И вот у меня все лето, и получается, что потом перекупка и... А вы под томатами землю рыхлите или вот так вот только замульчировали и все? Рыхлю. Вы знаете, я вам еще посоветую. Мульчирование такое вот, ну толстым слоем, перегноя, сухой травы, сухой, соломой. Именно сухой. Да, сухой. Вот надо высушить именно пока вот трава, когда вот мы там сорнячки выбрали или где-то скосили, пока она зеленая, ферментация не идет. Вот только когда она высохла, и вот на этом переходе вот у вас земля, а вот у вас эта сухая трава, вот только там начинается ферментация. Вот там самые активные бактерии живут, вот там самая-самая-самая часть почвы. Вот ни в коем случае ее не нарушайте, чтобы корни вот там были. Рыхлить не надо. Не надо рыхлить. Мульчирование и без рыхления, да. То есть если вы вот проводите такую операцию, этого будет достаточно. И поливать только под корень. Ну вы знаете тоже, вот здесь вот полив под корень, это вот у нас каждый садовод вот свои смыслы вот в полив под корень закладывает. И иногда это делают буквально. Вот помидор, я прохожу в теплицу и смотрю, а почему они у вас не политы? Они говорят, да как поливаем? Я говорю, а как поливаете? Вот берут и строго шлангом вот в район корневой шейки начинают лить воду. Вот это неправильно. Вот это неправильно. Нужно, вот полив под корень не подразумевает полив в корневую шейку. Запомните, у помидора очень мощная корневая система. Если позволяет почва, он вглубь может уйти до метра, до метра. А в ширину, а вот как вы думаете, в ширину куда он может уйти? Еще больше. Еще больше, правильно, до двух с половиной метров. То есть вообще корневая система у помидора огромная. И поливать надо корневую систему, а не корневую шейку. Вот давайте все же это представим. Более того, полив корневую шейку, вы создаете условия для возникновения так называемых прикорневых гнилей. Вот там, в этом месте влага скапливается, скачки, значит, влажности и все-все-все-все. И в конечном итоге именно там возникают проблемы. Поэтому вот корневую шейку желательно держать, чтобы она была по суше, а полив проводить между ряди. А вот дорожка есть, бросьте шланг в дорожку, вот там даже под доской, там еще где-то. И пусть вода идет туда. Еще небольшая информация. Сейчас мы с вами увидели сюжет, который сняли во время консультации в садовом центре Виктория. А следующая консультация и одновременно запись передачи «Зеленый остров» состоится 19 декабря в среду с 10 до 11 часов в садовом центре «Зеленый остров», расположенном по адресу улица Советская, 79. Время нашей передачи подходит к завершению. Я попрощаюсь с садоводами и огородниками, но те, кто хочет немножечко отдохнуть у телевизора, я жду вас сразу после финальной заставки передачи «Зеленый остров». У нас будет приложение, у нас будут посиделки. Вы сможете буквально в течение нескольких минут просто отдохнуть перед телевизором. Предновогодняя акция во всех садовых центрах «Виктория». Гибриды голландских огурцов со скидкой 50%. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова